Здравствуйте! В рамках онлайн-конференции писатель Дмитрий Голуковский. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, повод у нас для встречи «Метро-2035». И в официальном перспективе приводятся ваши слова. Я хочу сейчас с них начать. Понимаю, что вы слишком юно-зеленные для того, чтобы говорить о этом раньше. Очень захотелось вернуться к этим темам 10 лет спустя, когда я кое-что понял про нашу Родину и про наш народ. Поэтому я набираю смелость и вхожу в репу снова, хотя точно знаю, что Рикарно-Ничек уже совсем иная. Я еще не ознакомился с произведением «Метро-2035». И, кстати, мне интересно, к каким темам вы вернулись и, главное, что вам для вас изменилось в этой действии? Ну, знаете, «Метро-2033», в принципе, если говорить формально, то это книга о том, как случилась третья мировая война, ядерная война, весь мир лежит в руинах, и только, значит, в туннелях и на станциях московского метро, который является самым большим мировым убежищем, выжили люди. Книга в какой-то степени о том, как люди выживают, собственно, борются за жизнью друг с другом, и с обстоятельствами, и с некоторыми чудовищами, которые появились в результате облучения. И про это, Роман. Ну, и в какой-то степени он еще и о другом, о том, какое именно общество оказалось законсервированным в московском метрополитене в тот момент, когда случилась ядерная война. Когда я писал книгу 15 лет назад, а вышла она «Метро-2033» и перепубликация на бумаге 10 лет назад, в 2005, конечно, страна была совсем другой, общество было совсем другим. Это писалось в середине 90-х, буквально пару лет спустя развал Советского Союза, и те настроения, которые в обществе были, те ощущения, которые были, они радикально отличались от того, что есть сегодня. В какой-то степени, если так говорите, «Метро-2033» писалось по развалу империи, на руинах Советского Союза. И те ощущения, которые у меня были, которые я пытался вложить в это во все, даже не мысли, а ощущения, вот эта попытка построить новый мир на руинах мира старого, как люди, буквально, проживая в каких-то подземных дворцах, построенных там при советской власти, посвященных храмах, посвященных каким-то советским синтетическим несуществовавшим ранее богам, нового изобретенного пантеона, там, Ленин, Сталин, колхозники рабочие, на тему плодородия, трудовых подвигов и так далее. То есть, в принципе, воспроизводящие там уже античную тематику, частую архитектуру. Такая целая цивилизация была создана и опирающаяся эстетически на античные цивилизации, но при этом смыслом совершенно новым, напомню. Отрицающая любые религии и создающая свою собственную религию, собственную систему ценностей, идеологию, новые представления о добре и зле и так далее. То есть, была огромная цивилизация культурная, в частности. Потом она была полностью разрушена, дезавуирована, от нее совершенно было решено отказаться. 91-й год, развал Советского Союза. И дальше еще, собственно, закончились деньги в стране, закончилось финансирование, все это начало приходить в упадок и в разрушение. И я, в общем, рос на этих руинах тоже в какой-то степени. Метро-2033, как мне кажется, в какой-то степени это вот дань этому ощущению новой жизни, такой немножко паразитарной, на развалах империи. А Метро-2035 пишется наоборот, в другое время, когда эта империя вроде как бы, по крайней мере там, ритуальная, по крайней мере внешняя, начинает собираться заново. Мы снова слышим имперскую риторику, мы снова слышим про то, что начинается заново собирание земель, там Крым, присоединение Крыма, это в какой-то степени попытка восстановить то, чем была Россия до развала Советского Союза. И настроения очень поменялись. Если тогда все были одержимы духом свободы, политического клюрализма, по сюжету на всех случаях, если кто-то не знает, по сюжету Метро-2033 развалилась единая система управления, и станция Метро становится такими маленькими городами-насударствами. Жизнь на поверхности Земли невозможна, потому что там все заражено радиацией, нигде, кроме Москвы, никакой жизни нет. Пусть уже это первый день. И только на станциях Метро есть какая-то жизнь. Они становятся такими городами-государствами, где-то есть коммунистические режимы, они объединяются друг с другом, где-то есть какие-то националистические или фашистующие режимы, они тоже друг с другом объединяются. В СССР это какой-то такой квазирейх. И где-то есть религиозные сектанты, где-то просто людоедствующие и так далее. То есть полный развал и раздрай. И в Метро-2033, соответственно, это отражение в какой-то степени хаоса 90-х. Сейчас же эпоха совершенно другая и в головах другое. И у меня есть ощущение, что свобода людям давно перестала быть самоценной и сама по себе необходимой. Людям важнее ощущение величия и предназначения того государства, в котором они живут. То есть это в принципе тоже такие достаточно имперские сантименты. Тогда в 90-е годы люди ставили однозначно свое собственное благополучие выше благополучия государства. И такой тем, как патриотизм в принципе не существовало. Сейчас же люди готовы жертвовать санкциями какими-то собственными, со своими доходами, своим уровнем жизни ради ощущения предназначения и той какой-то великой миссии конфронтации с Западом, которая нам внушается и которую люди видимо сами по себе тоже испытывают. Потому что невозможно людям что-то совсем уж им не свойственно непонятное внушить. То есть видимо здесь попадание идет в нервные точки какие-то. Люди хотели снова ощутить себя гигантом, борющимся со змеем или другим гигантом на мировой арене. И в общем Метро-2035 это в какой-то степени переосмысление. То есть я понял, что то общество, которое я законсервировал для Метро-2033, его уже нет во-первых. А во-вторых, может быть я неправильно его и понимал даже. Потому что книгу первую я писал, когда мне было 17, 18, 19 лет. Она вышла впервые в свет, когда мне было 24. А в Метро-2035 вы заново консервируете общество? Я пытаюсь на этот раз без слишком большого указания на какие-то актуалии, например, совсем Крым, Украина, без этого обходясь, тем не менее поговорить каких-то из личных историй. То есть меня в нынешней ситуации гораздо больше интересует ни Крым, ни Украина, которым я вижу вполне рациональные объяснения, что происходит с нашей стороны и с их. Меня больше интересует безговорочная поддержка населением 86% конфронтации с западным миром. То есть почему мы в такой степени готовы, как нас некоторые телеведущие с экранов призывают устроить ядерный апокалипсис с Соединенным Штатом, почему люди готовы, например, на 50% поддерживать возможность применения ядерного оружия против Запада, чтобы сохранить Крым. Хотя до этого Крым не очень-то был нужен населению, до всей этой эпопеи со вторым Майданом и так далее. Мне интересно именно, что в головах людей происходит. Скорее поэтому не актуально, а извечно. Потому что, видимо, оно там было и всегда. А я, может быть, этого не понимал или не запонимал. Все империи хотят опять стать империей? Безусловно. Даже венгры хотят опять имперского величия. Хотя империя была авторенгерская, но если ты сегодня приезжаешь в Будапешт, люди явно ностальгируют по 200-летней давности империи. То есть имперская ностальгия – это очень сильное чувство. У меня к вам вопрос. А вы сами входите в число 86%, которые готовы к конфронтации по Крыму использовать и не только наружу? Тем более, вы это как раз и пишете? Я скорее пишу о том, как невесело это будет. Нет, я лично не поддерживаю. Я считаю, что будущее России не в противопоставлении себя западной цивилизации, а в интеграции дальнейших. Россия в любом случае гораздо большей степени является частью западной цивилизации, чем цивилизации восточной. То есть китайцы – это просто китайцы для нас другая планета. Мы завернули туда, но я думаю, что это такой полувынужденный. И скорее для того, чтобы немножко пошантажировать Запад, чтобы Запад понимал, что у нас есть какая-то альтернатива. Но с точки зрения ментальности, городской население однозначно, и уж точно весь средний класс, но мне кажется, что даже если сравнить крестьянский быт у нас и крестьянский быт в Китае, возможно, будут какие-то параллели прослеживаться именно связанные с типом ведения хозяйства. Но все равно, я думаю, что мы гораздо более… Несмотря на то, что наследие коммунистических времен сделало нас большими коллективистами, чем индивидуалистами, люди очень неохотно берут ответственность за свою жизнь в свои руки и привыкли к тому, что за них все решается, и от них ничего не зависит, в принципе. И не хотят ничего решать, и хотят, чтобы государство продолжало о них заботиться. Это, мне кажется, такая восточная черта. Но далекость, с которой городское население переходит к индивидуализму и готово брать ответственность за свою жизнь и за жизнь своих близких в свои руки, говорит о том, что все равно ближе мы и душевно находимся к Западу. Не к протестантству, конечно, не к католицизму, но все равно я вижу Россию как часть западной цивилизации, которая не должна слепо копировать западные пути развития, но при этом может сама, влившись в Европу, ее обогатить. Вся антиевропейская истерия, упреки европейцев в гомосексуализме, в каком-то, значит, ужеложестве, искотоложестве, педофилии, разврате, бессмысленности, в том, что они безидейны, они выдохлись и так далее. Мне кажется, конечно, это никакого отношения к реальности не имеет, они просто терпимы. Количество гомосексуалистов в любом обществе во все времена 10%, по данным Всемирной организации здравоохранения. Это не культурная вещь, это вещь биологическая. Просто люди с определенным, там, не знаю, назвать ли это отклонением, но, в общем, иным набором генов, и они ни в чем не виноваты, и никак нельзя на это, в общем-то, повлиять. Можно им запретить, они тогда будут заниматься этим подпольным. Можно их выпустить на улицы, и все равно не будет больше, чем 10%. Так или иначе, пытаться там заклейнить Европу как какое-то царство перед Россией или педофилией, это просто пропагандистский трюк, никакого отношения к реальности не имеющий. Я считаю, что было бы, вот с моей точки зрения, правильной стратегией было бы для России в отношениях с Европой, путем экономического развития, путем развития среднего класса, чтобы стать и постепенно интеграцией с Евросоюзом, стать, как это предполагается, размерами России, экономическими потенциалами и населением мощнейшим государством Европы, да, и постепенно принять полноправное, если не доминирующее участие в судьбах Европейского Союза. Точно так же, как Германия, не сумев два раза покорить Европу огнем и мечом, сейчас прекрасно это делает исключительно мягкими методами воздействия экономическими. Пока, о чем ты говоришь, сложно себе представить, да? Ну, из Германии было непросто это представить себе. Я из Германии соглашусь с вами. Всего лишь 70 лет назад, после того, как немцы были, к счастью, побеждены, и всего лишь там 20 лет спустя, после того, как они начали активно перевоспитываться, Германия стала играть все более-более активную роль в европейской политике, примирилась со своим архиврагом Франции, своим архиврагом Великобритании, и сегодня, за очень короткий срок, за 50 лет, Германия больше не воспринимается никем как враг. Для них, ну, для европейцев, то есть войны с Россией, те, которые у них были, это были какие-то эпизоды в их истории, да, Россия находится где-то для них совершенно на выселках, а войны друг с другом у них велись постоянно в течение тысячелетий. То есть, они могут существовать как единый организм, не, так сказать, занимаясь постоянными дрязгами между усобицами, войнами, кровопролитиями, там, под различными предлогами, вот это удивительно. Поэтому то, что мы с ними можем как-то взаимодействовать и постепенно интегрироваться, это гораздо менее удивительно было бы, чем то, что они вот уже 70 лет как не воюют друг с другом. Ну, вот там и занять доминирующее положение можем при нынешнем курсе, как вы думаете? То есть, в общем-то, все делается правильно, и это встречает определенные противодействия, либо это как раз нет. Я почему вас спрашиваю, вы же жили в Европе, знаете, несколько иностранных языков, вам легче общаться с представителями? Я, во-первых, не думаю, что то, что мы делаем, если честно говорить, направлено на европейского какого-то зрителя. Все наши демарши, все наши громкие заявления и так далее. Для Европы мы, наоборот, периодически говорим, что мы только сотрудничаем. На всех форумах, там, наш министр иностранных дел говорит, ну, это же все, понимаете, это мы все для внутреннего телезрителя делаем, а на самом-то деле мы хотим с вами сотрудничать. То есть, вся воинственная наша риторика, она направлена на внутреннее потребление. То есть, мы, на самом деле, и с украинским фашизмом боремся, там, фашизмом в кавычках, да, то, что я считаю, что никакого фашизма там нет, вот, и из Соединенных Штатов Америки вызовы бросаем, все это рассчитано исключительно на нашего собственного телезрителя. Ну, создание внешнего врага, то, что отвлекает от внутренних проблем, внимание. На самом-то деле, Россия вовсе не заинтересована в конфликте с Западом. И, несмотря на всю риторику на обострение отношений, там, наверху все прекрасно понимают. Путем, то есть, невозможно, во-первых, бросать вызов всему миру сразу, да, ну, на всех последних заседаниях Генеральный Ассамбрион, ну, тут никто нас просто не поддерживал. Ну, это, так сказать, как ты можешь... Даже Советский Союз не мог бросить вызов всему миру. Да, и за Советским Союзом стояли там лагеря соцстран, которые поддерживают в одиночку, не имея к тому же падающую экономику, армия, которая не модернизировалась. Ну, то есть, это, во-первых, бесполезно, во-вторых, это бесперспективно. То есть, это линия, которая, ну, если даже Советский Союз, гонка вооружений со Соединенных Штатами и с Западом, измотала и привела к коллапсу экономики, то что говорить о России, которая до сих пор не дошла до уровня развития экономики Советского Союза? Я считаю, что я поддерживаю всячески наши амбиции возвращения к статусу мировой державы, но конфронтация, достаточно беспочвенная, с моей точки зрения, с Западом, это явно не лучший способ добиться этого возвращения к статусу мировой державы. Прежде всего, ну, и при этом, пути Японии или Германии, которые не только были повержены, но еще были завоеваны иностранными государствами, и при этом путем демократизации и введения либеральной экономической модели свободной экономики в рыночной, смогли в течение двух-тых десятилетий восстановить свой потенциал и превратиться сначала в региональных держав, а потом в мировые, доказывать, что это все возможно и все это делается. И, кстати, Соединенные Штаты Америки, между прочим, может, сколько угодно упрекать их в том, что они, там, или подозревать их в том, что они хотят нас разорвать на части, раздробить и сожрать, значит, по кусочкам, выпить нашу нефть и выдышать наш газ и так далее. Но примеры того, как Соединенные Штаты вели себя, успев извлечь уроки из Первой мировой войны с поверженными странами, с Германией и с Японией показывают, что они не стремятся к раздроблению. То, к чему они стремятся, это к установлению графической модели в поверженых странах. А мы, в общем-то, и не проигрывали. И, слава Богу, никакой оккупации нет. Поэтому, я думаю, что все вот эти вот опасения, они либо беспочвены, либо это вот сознательная манипуляция информации. Для внутреннего пользования? Для внутреннего пользования. Создание внешнего врага для того, чтобы мы против кого-то сплочались. Это не наше, кстати, ноу-хау. В Иране тоже очень ненавидит Соединенные Штаты Америки. В Венесуэле очень ненавидит Соединенные Штаты Америки. В Боливии. То есть, ну, все страны, где есть однозначная внутренняя политика, скажем так, везде. Соединенные Штаты Америки – это главный враг, на который предлагается народосвятой частью свою ненависть и страхи. И, как видно, 86% поддержки до действующего курса, они… Работают. Работают. А вот, скажите, как вы думаете, насколько в этих процентах сыграла роль СМИ? И вообще, я к вам, как это журналист, обращаюсь, не то что… Как вы можете вообще оценить эту пропаганду СМИ, оболтелую порой, на мой взгляд? Вот почему наши коллеги пошли на такое решение? Как вы думаете? Вы знаете, ну, я думаю, что… скажем так, мне очень интересно, что происходит в головах у главных телеканалов и главных редакторов газет, в особенности у главных телеканалов. То, почему рядовые журналисты, там, например, в Москве зачастую нагородние приезжающие, чтобы сделать карьеру из небольших городков, там, из провинции, почему они меняются, ну, как бы, готовы, в принципе, рассказывать все что угодно, свою зарплату. Это я могу себе понять по-человечески, да, надо цепляться в столице, приезжаешь делать карьеру, там, все поставил на кон, уехал из своего города и так далее. И поскольку телевидение, в особенности, и интернет часто в очень большой степени составлено из провинциалов, карьеристов, в особенности телевидения, их мотивация мне понятна, то есть это люди, для которых просто, ну, во-первых, они циники чаще всего, да, и они себе, я думаю, что часто заявляют, что я не верю вообще ни во что, и в очень большой степени, поскольку у меня много таких знакомых и друзей, они начинают немедленно рассказывать про то, что в Америке не бешит нервов. То есть они говорят, ну, в Америке, смотри, а там, Fox News, там, ну, а что делать, там, Sky News, там, что он делает? А вот эти, ну, они же тоже врут, они же тоже обманывают, это же информационная война. Потом следующий шаг, против нас ведется информационная война. Нас хотят уничтожить, нас хотят унизить и так далее. То есть мы обороняемся, говорят они, да, а на войне все средства хороши, поэтому мы тоже должны про них рассказывать, какие они коварные, там, какие они недобросовестные, как они пытаются нас унизить и вообще. Ну, вот, и поэтому мы можем тоже подвергать своему населению, подтасовывать факты, представлять ситуацию в Украине, так сказать, выгодным для нашей партии правительства ключе, потому что, вот, соответственно, это все оправданно тем, что мы находимся в глухой обороне. Из которых, не просто некогда, а все, из которых начинали в 90-х годах, как звезды свободной журналистики, настроенные на интеграцию России в глобальный мир, на открытие границ, на свободу слова, на демократические ценности. Почему и как получается, что вот эти люди сегодня являются одним из основных апологетов как бы закручивания гаек, да и оправдания любых поступков власти. Это для меня вопрос, какая там мотивация, как они себе это объясняют. То есть это люди, не нуждающиеся совершенно в деньгах, получившие давно все привилегии, которые можно получить. Они, в принципе, ничем не рискуют, разумеется, если вдруг какой-то главатель канала скажет, что я не могу больше этим заниматься, я хожу в отставку, никто не будет его преследовать. Он скажет, спасибо за работу, вот тебе там заслуги перед Отечественным орденом 4-й степени, и проводит его на пенсии. И дальше он может жить спокойно на какое-то время. Никто так не сделал? Никто так не сделал. Вот как они себе это объясняют? Они же не верят в эту войну, они же понимают, что все это как бы шоу, слава богу, пока регионального масштаба, а не межгосударственного. Вот, поэтому вот как у них, что в головах. Ну, я точно знаю, что многие коллеги на телевизионных каналах пьют сегодня достаточно тяжело, потому что трудно не договаривать или неправду говорить все время. Мама с папой получили, что брать нехорошо. Ну, вот как люди преодолевают интенсивный диссонанс, как они с собой договариваются, сколько договариваются. Многие, конечно, практически все начинают, вот от Запада они это делают, поэтому мы это делаем. Ну, конечно, то, что у нас делается, это на Западе давненько уже такого не было, со второй мировой, думаю. При этом, конечно, хочется отметить мастерство и профессионализм телевизионщиков, которые сумели при помощи постановочных часто, да, там каких-то сфабликованных иногда, мастерски сделанных эмоциональных историй просто перепрограммировать все население. То есть, ну, как это сделано с точки зрения профессионализма, это никакого отношения к журналистике не имеет, ровным счетом. Это вот именно хорошо подготовленная, талантливо сделанная, с душой исполненная пропаганда. Потому что до сих пор, как мне кажется, в Российской Федерации СМИ вот так не использовались с такой степень эмоционального накала, с такой степень убедительности, да. То есть, конечно, опять же, как было сказано ранее, есть попадание в некую там болевую точку, да. И я думаю, что вот Украина такая особенно эмоциональная тема для нас. Потому что как бы наши братья, которые вот не хотят быть с нами, а хотят быть с ними. И это такое вот ощущение предательства, очень-очень сильная эмоция, да. Вот брат отворачивается и уходит к эмоциональному врагу, который у нас объясняет, что у нас врага есть. Это история Тараса Бульба, на самом деле, на которой там даже не брат, а сын. Вот Андрей выходит к кляхам, и мы, чем тебя породил, тем тебя и убью, в общем. Вот история России и Украины – это история Тараса Бульба. Вот, поэтому в этом случае проще, конечно, вызывать каким-то эмоциям, да. Если бы это была, не знаю, история с каким-то другим народом, не таким близким для нас, не таким национально значимым, с которым прям вот так все вплотнуло, вся наша история сплетена. И эта связь там проходит через массу семей, через миллионы, через десятки миллионов семей в России и в Украине. Тогда, возможно, может быть, не так просто было бы людям что-то внушить, да. Но здесь прям такие совсем уж чувства глубокие, задеты. И поэтому, может быть, вот было попадание в какой-то архетип, и так все сработало. Ну, хорошо, когда спрошу относительно вот всей этой ситуации, последний вопрос. Вот в этом конфликте не станет ли он, такой, как вы сказали, региональный конфликт, не может ли он стать, по вашему мнению, причиной Большой и Третьей мировой войны вообще? Вот у нас Денис Кушилин вчера заявил, что Денис Кушилин сказал, что этот чувак делал на лыбку. Я не знаю, мне очень хочется верить, что, знаете как, в «Метро-2035» один из героев говорит о том, что, когда я спрашиваю, почему случилась Третья мировая война, он говорит, немножко увлеклись. Немножко увлеклись и немножко сами в телевизор поверили. То есть люди, которые телевизор программируют, в какой-то момент смотрят его, и так там все по-человечески ярко рассказывается, убедительно, что сами начинают верить в него, забыв, что сами это им объясняли, что надо дальше людям рассказывать. Поэтому мое спасение заключается именно в том, что они увлеклись чрезмерно. И очень хочется верить, что как раз здесь этого не произойдет, потому что каких-либо настоящих, подлинных причин у нас сражаться с Западом нет. У нас нет идеологической конкуренции, поскольку у нас в стране сегодня нет никакой идеологии. И мы, в общем, не можем бросать вызов гегемонии Соединенных Штатов сегодня или западной цивилизации, потому что у нас просто ресурсов на это нет. И у нас нет амбиций таких, да, то есть мы не пытаемся, на самом деле, восстанавливать империю. Это не стоит на повестке дня. То есть история с Крымом, она не в восстановлении и собрании земель заключается, она заключается в том, чтобы не позволить Украине вступить в НАТО. То есть по уставу НАТО не имеет права на вступление страны, имеющие неизрешенный территориальный конфликт. Забирая Крым, мы, как бы, создаем невзрешимый территориальный конфликт для Украины, и все, и страна блокирована, и в НАТО ее не примут никогда, пока Крым у нас. А Крым у нас никуда отнять не может, потому что население Крыма за присоединение, да, и все, и мы там уже не стереться наружу, и попробуйте суть. Вот и все. А потом это можно объяснить про то, что там светили, крестили, исконно наши, там, во веки веков. То есть это уже, опять, для внутреннего употребления. Есть реальный интерес. Я сегодня убежден, что во внешней политике международных отношениях стран руководствуются, Соединенные Штаты Америки тоже, исключительно реальными интересами. И только если им надо что-то объяснять о правде для населения, они прибегают к идеологии. Вот, имеется в виду, что я вовсе не идеализирую Запад, да, но у нас ровно та же ситуация. Поэтому мы не пытаемся восстанавливать империю, мы пытаемся сохранить то, что есть сейчас. И здесь серьезного конфликта с Западом нет, потому что Запад, в общем, не пытается отбирать то, что у нас есть сейчас. Если бы мы вели себя немножко более системно, неважно, демократии у нас нет, потому что Запад не очень тревожен, на самом деле. Его интересует, чтобы мы себя вели как системный игрок, то есть предсказуемо и прогнозируемо, чтобы мы не выкидывали никаких фортелей. Если мы не будем выкидывать фортели, то вообще ни повода для конфликтов нет у нас Запада, никаких. Наоборот, есть перспективы взаимодействия, сотрудничества, инвестиций иностранных и так далее. Просто надо быть чуть-чуть более предсказуемыми и прогнозируемыми. Но никто не стопал на конфронтации с Путиным, пока Путин транслировал предсказуемость. Это не имеет даже отношения ни к правам человека, ни к чему. Просто предсказуемость и прогнозируемость. У них долгосрочные проекты все, понимаете? Они мысляют 20-летними, 50-летними категориями, а мы не знаем, что у нас в прошлом году будет, в следующем, прошу прощения. Да и в прошлом не знаем. И не очень понимаем, что случилось в прошлом, да. Хорошо, с этой темой, ну, закроем большую серьезную тему. Да, спасибо, что так высказывается. И хочу перейти, собственно, вот к вам, к собеседникам, к писателям. У вас в одном заборе было. Хочу отметить, что серьезный писатель должен выпускать одну книгу в год, чтобы о нем не забыли, иначе расслабишься и соскочишь с волны. Но не получится ли, да, вот так, что серьезный писатель в конечном итоге скатится за определенные... Это не я говорил, это говорил мне мой издатель. Это не мои слова. Я как раз с ним на эту тему спорил. Мне говорили, что... Издатель мне говорил, что если ты не будешь много писать и много выпускать книг, то ты не будешь настоящим писателем, серьезным. Я как раз на эту тему с ним спорил и высмеивал его за это, потому что мне-то кажется, что там... Ай Селлинджер стал Селлинджером, написав там один рассказ и один роман. Там реповесть даже. И он прекрасно вошел в лону мировой литературы и в ее там аналы и так далее. И есть авторы вообще, которые довольствуются публикацией одной книги, которые делают их бессмертными. Вообще не обязательно. Писайте же ежегодно по роману. И я, кстати, ежегодно по роману и не пишу. У меня, если учитываешь, что я начал писать «Метро-2043» лет за 10 до публикации, то получится, что за 20 лет у меня там есть 6 книг. То есть раз в 2-3 года. И я как раз противник того, чтобы книги штамповать фабричным методом. Просто для того, чтобы какая-то новинка с моим именем лежала всегда на прилавках. Писать неважно о чем. Я считаю, что для меня важно, чтобы каждая книга была определенным шагом вперед. И, конечно, невозможно делать новый шаг вперед каждые полгода. То есть проходит какое-то время, ты осмысливаешь какой-то этап своей жизни. Набираешься информации, понимания об устройстве людей, себя, человеческой души, общества, мира и так далее. И когда ты готов это суммировать, сам приходит, возможно, тебе какой-то сюжет. То есть если ты просто печешь, как кулички на пляже, да, вот из фламочки, все эти кулички будут подсыхать и ветром распыляться очень быстро. У меня нет задачи такой, мне хочется, чтобы это было с бетоном, а не с песочком. У вас, получается, нет никаких рамок, которые ставят издательства по выпуску и срокам? Нет, рамок нет, кроме тех, которые я сам назначаю себе. Ну, о них вы с издательствами уже не договорились? Я говорю, предполагаю, что смогу написать книгу через год. Говорят, хорошо, пиши книгу через год. Потом книга, в итоге, получается, у меня через полтора года или через два. Так что издательство заставляло меня. То есть какие-то есть, может быть, авторы другие, которые такие отношения с издательствами, а у меня, слава богу, другие. То есть я сам для себя определяю и тематику, и сроки, и так далее. Вот «Метро-2035» я хотел, чтобы книга обязательно вышла в день России, 12 июня, что и случилось в Москве. Вот была несколько дней назад презентация. И поэтому мне пришлось в какой-то момент очень сконцентрироваться на работе, потому что сроки начинали подгорать немного. Ну, вот круглосуточная работа, в течение полугода. Вы почему к этому празднику именно хотели, чтобы вышла книга? Ну, потому что книга России. Хотел, чтобы вышла в день России. Хорошо, я понял. Ну, понятно, что наверняка и эту книгу будут организировать. Как вы думаете? Вы знаете, это очень сложный вопрос. Потому что если «Метро-2033» книга, скорее, универсальная получилась, то есть ее сюжет популярен и понятен не только в России, но там она стала бестселлером в Германии, в Польше, в Китае. Мне сейчас писали из Ирана, что она в Тегеране проходила книжный ярмарк, это был один из бестселлеров, наравне с какими-то такими, совершенно коммерческими именами, как Джош Мартин и так далее. Это о чем-то говорит. Если бы книга была совсем уж специфической для России, и большинство, кстати, как мне объясняют мои литературные агенты и издатели и иностранные, большинство книг современных российских авторов слишком русоцентричны. Те проблемы, которые у них поднимаются, непонятны людям на Западе и непонятны людям на Востоке. А «Метро», по крайней мере первая, это книга, видимо, какая-то общечеловеческая, универсальная. Вроде как в Москве, и москвичам кажется, что это про них, и россиянам кажется, что это про них, но и в Иране она каким-то образом понятна, в совершенно другой стране. И в Китае людям она понятна, и в Германии она понятна при этом людям. То есть универсальная история. Насколько в «Метро-2035» универсальная история, ведь есть у меня товарищи, которые там, например, эмигрировали или просто иностранцы, которые там по-русски читают, понимают текст, говорят, ну это, конечно, про Россию. То есть насколько она будет интересна для экранизации на Западе, не знаю. Ну и у нас тоже непонятно, может такая вещь быть экранизирована, порядок причин, не последний, из которых это просто высокий бюджет экранизации, потому что это разрушенный мир и так далее. То есть такие фильмы в прокате у нас не смогут окупиться. И на государственное финансирование приходится рассчитывать тоже. Разрушенный Россию, показывать людям, ну правда, мир здесь тоже разрушенный, только у нас все плохо. Но в последнее время финансировались такие проекты? «Мама не горю» Да, что «Мама не горю» и Россия представлена в разрушенном свете, но, так сказать, не в плане антуража. Да, ну, возможно. Но здесь, видите, просто вопрос размеров финансирования. То есть «Левиафан»-то немного стоит. Разломать Москву и построить мир в метро, и, боюсь, что другие бюджеты, наверное, коммерческие. Серьезная работа. После этого эфира у вас, по-моему, встреча будет в «Буквоеде». Сегодня в 7 вечера в «Буквоеде» на восстание. Будет встреча с читателями, да. Конечно, мы всех туда приглашаем. И хочу вас спросить, не одна уже встреча проходила? Я думаю, она не первая. Нет, не первая. В этот раз, с романом «Метро-2035» это первая презентация. Коль, мы в Петербурге. Я хочу спросить именно про читателя из этого города, который на культурной столице России. Вот для вас есть отличия, есть вопросы, которые вас ошеломляют в жизни этого города относительно ваших книг? И вообще, чувствуете разницу между москвичем и петербуржцем? Вы знаете, я какой существенной разницы, честно говоря, не ощущаю. Мне вот объясняли в книжных магазинах, что это очень зависит от автора, на самом деле. И я думаю, что мой читатель, вне зависимости от локации, примерно один и тот же. Чаще всего это воспитанные молодые люди и девушки. Вот так. То есть от семнадцати до тридцати с чем-то. Вот это подавляющее большинство тех, кто приходит на встречи. Мне сказали, что пожилые люди бывают, что грубят, чумят и дерутся за стулья. А сказали, что у вас такая всегда читающая вежливая публика, всегда тихо, никто в очередь за автографами не толкается. На премьере, будем говорить, книги, которая проходила в магазине «Москва» книжном 12 июня, было больше 800 человек. И люди стояли в очереди по два-три часа за автографами. Я их всячески поддерживал, подбодривал, извинялся, что так происходит. Тем не менее, все дождались и получили. И я там до самого последнего седел и подписывал. То есть, мне кажется, здесь вопрос не столько города, сколько контингента. То есть, отличие от читателей вы не видите? Нет, те же самые приятнейшие, молодые люди, милые и красивые девушки. Есть у меня один вопрос, я сейчас пытаюсь его сформулировать. Он касается будущего, книги «Будущие». Вот в одном из интервью у вас был главный вопрос, который перед нами состоит. Стояла эта смерть. Она структурирует наше состояние. Жизнь кончена. Она вынуждает нас смешить, стараться успеть что-то сделать. Именно смерть заставляет нас видеть жизнь, как проект, который нужно успеть существовать с другой стороны. Именно смерть, ее необъяснимость и необъяснимость, неотвратимость, делают жизнь бессмысленной. К чему вообще фашинцы, если системы обречены? В будущем смерть… Убеждена. Убеждена. И каждый решает продолжаться роду или нет, чтобы жертвовать собой фактически. Почему вы таким образом решили поставить вопрос? И главное, как вы относитесь к произведению «Олгуст Хакса» «Олдивный новый мир», где смерть просто не убеждена, но зато перестает бояться. И тем не менее, люди там живут и тоже стараются, что-то спешат, делают. Ну, вы знаете, мне кажется, что «Олдивный новый мир» это очень не схематичная вещь. Она никакого нашего психологизма не имеет, психологической достоверности. Это даже и не роман, по большому счету. То есть есть некая абстрактная идея о том, какими были бы люди, если бы они жили молодыми-молодыми, а потом они кончались. Я не думаю, что это какое-либо отношение имеет к реальному человеческому поведению при таких обстоятельствах. Мы не знаем общество, где это практиковалось бы. Я думаю, что он, в принципе, противоречит человеческой природе. То есть как философское рассуждение какое-то, как высказывание философское. Эта книга интересна, но там все герои не настоящие люди, это функция. То есть я не любитель этой книги, если честно. Насколько я преклоняюсь перед Орвом за 1984, за его проекцию, достаточно теоретическую, но при этом совершенно точную. Человек в тоталитарном обществе. Деспотия. Деспотия. Настолько о Хаксли с Димом Новым Миром, это совершенно такая холодная, не настоящая, очень теоретическая вещь. Поэтому не могу ничего сказать про то, как было бы в таком настоящем. При этом будущее я как бы старался исходить не столько из теорий каких-то, сколько из ощущений себя и других живых людей. То есть мир, где люди делают выбор между тем, оставаться вечно молодыми или завести детей и состариться, получить ли настоящее бессмертие или оставить в себе то бессмертие, которое у нас есть сейчас, через продолжение себя в детях, это тот выбор, который делают масса людей сейчас и на Западе, и на Востоке. То есть мы в Китае просто обмечение рождаемости, небольшое родного ребенка. Но не только бессмертие, а просто как одиночество без детей. Люди сегодня на Западе, и не только на Западе, но и в крупных городах в России, урбанистическая цивилизация, в принципе, в отличие от цивилизации самосельскохозяйственной, предполагает, что люди как можно позже пытаются засти детей, как можно дольше продлить молодость. То есть, в принципе, увеличивается срок жизни человеческой. И занимательно, что вместе с увеличением срока жизни увеличиваются все жизненные этапы. То есть, если брать 11-летних у Диккенса, то это вполне себе взрослые люди, которые уже знакомы со всеми аспектами взрослой жизни. Никаких 18+. И смерть в 30, совершенно верно. Сегодня в странах третьего мира, там, где смерть наступает раньше, там детство заканчивается раньше, и молодой возраст заканчивается раньше, и зрелость заканчивается раньше, и старость начинается раньше. В Европе молодость, подростковый возраст длится, пока люди не закончат университета, что случается ближе к 30. 27, 28, 29. И все это время они себя ведут как малые люди, не хотят на себя брать ответственность никакую, не хотят работать, и просто продлевает свой подростковый возраст. Фактически в два раза увеличилась длительность подросткового возраста и молодости. И дальше, период ранней зрелости, который у нас, например, в стране от 20 до 30, у них происходит от 25 до 40, тоже продлевается, и живут они дольше, значительно. У нас в России средняя продолжительность жизни для мужчин составляет 58 лет, на секундочку, во Франции это, по-моему, 73 для мужчины. То есть мы живем в среднем на 15 лет меньше, чем французы. Ну и логично, что у нас зрелость начинается раньше, там студенты уже начинают работать на 1-2 работах, девушка, если 25 лет не замужем, хотя бы раз не вышла, на это уже что-то не в порядке. В восточных регионах России все еще более обострено, то есть, как сказал Астахов, 27 уже сморщиваются, поэтому проблемы с этим, конечно, серьезные. Говорю, что это Астахов, на всех случаях не я. И поэтому современные люди, по-моему, раньше СААК практически не женятся, причем не только, как можно было предположить, нордические, скандинавские народы, но и вполне себе Италия. В Италии, несмотря на силу католической культуры семьи, которая предполагала, что люди рано выходят, замуж или женятся, рожают, заводят семьи, сейчас все равно наоборот. Сейчас очень часто 30-летние, 40-летние мужчины все еще с родителями живут. Это по разным причинам происходит, в том числе по причине того, что там просто нет денег для того, чтобы начать собственную семью, там ниши как-то заняты, да, и они только к этому возрасту накапливают какие-то ресурсы, но они не хотят еще раньше времени этого делать, не хотят брать на себя ответственность, не хотят быть ответственными за детей, не хотят даже съезжаться там с противоположным полом и вести общее хозяйство какое-то. Или пытаются, но не получается. Поэтому получается так, что люди сознательно растягивают молодость свою. Да, ну и они, кстати, гораздо более молоды выглядят, то есть, чем они выглядели раньше. В 35 лет, если смотреть старые голливудские фильмы, кстати, например, Бульвар Сансет, да, я вот вспомню, смотрел, герой говорит, мне там типа 31 год, ну смотри, будет на 50, просто актер будет на 50, потом смотрю в Википедии, и действительно ему в этот момент был 31 актер. То есть люди визуально остаются, ну, видимо, в состоянии здоровья тоже действительно, срок жизни увеличивается и сетап увеличивается, люди дольше остаются молодыми, и это сказывается еще на их понимании того, что хотят, а не хотят делать. Заводить семьи, детей, работать вместо учебы и так далее. Поэтому я думаю, что, к вашему вопросу, это как раз очень жизненная история. И люди будут, имея возможность, откладывать это как можно дольше, как можно дальше, просто из генетических соображений, чтобы насладиться своей жизнью. Ну, если резюмирую ваш ответ, получается, что действительно они тянут до 40 даже с рождением детей, и потом просто состояние здоровья их могут иметь. Ну, репродуктивная медицина позволяет. Ну, она позволяет, но, тем не менее, даже сейчас многие врачи говорят о том, что становится меньше здоровых детей, рожденных, ну, больше, да? Ну, это правда, есть биологические ограничения, которые, тем не менее, я думаю, что в ближайшее время там ситуация будет меняться, да. Потому что сейчас очень серьезный прогресс научно-технический. В биологии, в биоинженерии. То есть я думаю, что сейчас, я лично ждут каких-то прорывов в течение более 10-12 лет. Хорошо. Возвращаясь к книге «Будущее», где вот такой прогноз, скажем так, может быть, нас что-то ждет подобное, я хочу спросить вас о финальном вопросе. Вы вообще считаете, что книга способна изменить мир и сталкиваетесь ли вы с этим? Вы знаете, ну, кроме «Капитала», нет, наверное, «Библия», «Капитал», вот две книги, которые меняли мир. Другие сомневаются, что способны достичь какого-либо эффекта. И я совершенно нет никакого видения себя, как мессии, да. И я не считаю, что какой-либо автор, может, даже такие авторы, как там, Воголь или Толстой, или Достоевский, имеют ответы на все вопросы, да. И именно этим авторам казалось, что они имеют ответы на вопросы, может быть, в большей степени Толстому и Гоголь, да, которые занят самым морализаторством и внедрением православной и самодержавной морали ближе к концу жизни. Но, может быть, люди, которые считают, что на все вопросы найдены ответы, как раз находятся в глубочайшей точке заблуждения. Моя задача здесь не столько давать ответов, сколько задавать вопросы. Призывать людей к самостоятельному размышлению. Как только человек убежден, что знает истину, мир так сложно устроен, а тем более человеческая реальность настолько субъективна, что ошибаются только люди, которые убеждены, что они знают правильный ответ. Потому что на любой ответ, на любой вопрос для человека, да, есть масса вариантов ответить. И надо признавать то, что правильный субъективный ответ для тебя, ошибочен для другого, да. И надо признавать право другого на свое мнение. И в этот момент, как раз, когда есть признание права другого на свое мнение и уважение к другому, возможно, встраивание каких-то более сложных общественных моделей, которые подходят для мира, которые не на конфронтации. Потому что, как только одни считают, что они более правы, чем другие, то рано или поздно вступает тот момент, когда за это готовы кому-нибудь отпилить голову. И сплошь и рядом вся история человечества состоит из отпиливания голов, за ощущение правоты и за ресурсов. Мне бы хотелось немножко отойти от этой модели и прийти к чему-то более толерантному и терпимому, и терпимому, толерантному и человечному. Хорошо, спасибо большое, Дмитрий, за беседу, за новую книгу, которую вы сегодня представите в Бухвоезде, как вы уже сказали, на Лиговском. Нет, буквально на площадь Восстания, рядом с вокзалом, да. На площадь Восстания, в общем, всех туда и приглашаем. Спасибо большое, сегодня на канале конференции у нас был писатель Дмитрий Глуховский. Всем до следующей канала конференции, пока. Спасибо.